Всем привет! Это снова я. Я никуда не ушла с YouTube. Пишут мне вопросы лично. Марина, что случилось? Ничего не случилось, девчонки. Я просто уехала на несколько дней в Казань, а после того, как приехала, меня так расслабило, что не хотелось совершенно ничего делать, и я ничего не делала. Но за это время у меня скопились мои покупки. Это покупки по предыдущему каталогу и по текущему седьмому каталогу. Уже есть заказик. Я получила гораздо больше, чем покажу вам сейчас, но зато это будут мои личные покупки, потому что все остальное я уже раздала. Ну и покажу, конечно, только то, что я купила именно себе. Ну и первое, с чего я начну, давайте с последнего заказа по шестому каталогу. И здесь я заказывала роллингель для очищения пор. Я очень долго не покупала этот роллингель, когда он был у нас в каталоге, потому его выводили, потом он опять появился. И почему-то с первого применения меня что-то не устроило. Но потом, когда он появился заново и пошла вот эта волна, ажиотаж покупки его заново, я купила и осталась очень довольна. И тем, кому я его предложила, тоже им очень довольны. И я себе взяла в запас две упаковки. Он был всего лишь по 199 рублей. И, конечно же, я решила купить его впрок, потому что, на самом деле, даже после истечения срока годности с ним ничего не происходит. И он прекрасно работает. Это, можно сказать, гель-скатка. Наносишь на лицо. Если нужно убрать черные точки, нужно чуть-чуть подождать, когда пройдет процесс омыления. И вот этот жир, который в черных точках, он растворится, и потом скатать. Очень легко, без каких-либо усилий. Это не как какой-либо гамаш плотный, глинообразный такой. Это просто гель, который очень легко скатывается с лица, не растягивая его. И прекрасно очищает лицо. Оно просто сияет. Оно просто какое-то все подтянутое. Я обязательно покажу в Инстаграм. Мне кажется, в Инстаграм я еще не показывала его. А, может быть, уже показывала. Я забыла. Но обязательно еще раз покажу, как я очищаю. И подписывайтесь на мою страничку. И смотрите, я, кстати, там выкладывала, и как я в Казани была, и пост новый выложила. С фотографиями, с самыми такими, которые у меня получились. Я просто в восторге от этого города. И еще бы туда, конечно, вернулась не раз. Роллингеля, кстати, у меня было штук 6, наверное, в заказе. И, ну вот, я себе только два оставила. Следующее, что я купила, это кислородный активатор. Я его купила наносить в качестве базы под крем. То есть, как сыворотку, как основу под крем. Я уже его покупала. Осталась им очень довольна. Но всегда хочется чего-то другого, что-то поменять. И после того, как я 2 или 3 упаковки его использовала, я перешла на другие кремы, на другие сыворотки. Ну, а сейчас он был тоже 299 рублей, по-моему, по 6 каталогу. В общем, дешевле, чем обычно. И я купила себе попользоваться. Сейчас у меня сыворотка Риноваж в качестве основы под обычный уход. Но расходуется она достаточно быстро. У меня лицо ее впитывает просто мгновенно. Мне кажется, если я весь флакон нанесу, весь флакон впитается. Вот так у меня работает. Не оставляет абсолютно никаких дискомфортных ощущений. Это я про Риноваж. И я даже, вы знаете, по 2 слоя наношу. Потому что первый впитывается, ну просто, я даже его разносить не успеваю. Что-то, видимо, не хватает в моей коже. Что есть в этой сыворотке. И поэтому она вот так впитывается. Я уже читала ваши комментарии, что у кого-то он жирную пленку оставляет, еще что-то. Видимо, просто не по потребности. Он используется, нужно всегда не думать, что это что-то с сывороткой не то. Нужно просто думать, что это возможно не по потребностям вашей кожи. Потому что моя кожа просто съедает его с огромным аппетитом. Ее сыворотку или его Риноваж. Не знаю, вот так у меня. Ну и кислородный активатор, кстати, вот этот можно использовать и под крем, и как самостоятельный крем. У меня есть покупательница, которая, моя приятельница, которая с удовольствием пользуется просто как самостоятельную средством уходовым. Правда, здесь небольшая упаковка, всего лишь 15 миллилитров, но она того стоит. Дальше. Наконец-то я вернулась к своим любимым дезодорантам La Creme. Нужно было купить два, чтобы по 99 рублей. Взяла с этим ароматом. Обычно я в последнее время покупала с мятой, немножко поднадоел. И взяла розовенький. И буду с удовольствием пользоваться. Большой шарик меня устраивает. Очень удобно им пользоваться. Больше, чем обычный. Сейчас у меня другой дезодорант в использовании с оливой. И вот, вы знаете, наверное, в пустых баночках поподробнее расскажу, чем он меня не устроил. Дальше. Крем-винатоник. Вот этот продукт, от которого я обалдела. Тоже почему-то не покупала никогда. Читала отзывы, что он очень крутой, он классный, клевый. Но не покупала. Спросите меня, почему я не отвечу на этот вопрос. Потому что я думала, что мне не нужно. Противоотечный эффект. У меня вроде нет этой проблемы. Но какую легкость он дает ногам. Особенно после того, как ты пройдешь несколько километров в день. И ноги гудят. Сейчас у нас жара установилась. И даже небольшая пешая прогулка уже вызывает вот эту тяжесть в ногах. И я вчера, погулявшись с подругой, пришла домой, нанесла его. Я просто как будто ноги окунула в прохладную воду. Вот это было такое же примерно ощущение. Расходуется у меня он достаточно быстро. Я прям наношу его, наношу. Получаю удовольствие от него. Поэтому я заказала еще в прошлом каталоге 2 упаковки. И с удовольствием, вот с наивеличайшим удовольствием пользуюсь. Были отзывы, что у кого-то варикоз снимает эту тяжесть. Кто-то, наоборот, писал, ничего не работает. Как обычно, разные абсолютно мнения. Но я не верю, что это может использоваться как лечебное средство. Но как снимающее именно тяжесть, усталость и дающее легкость вашим ногам однозначно может. Дальше. Купила 2 туши пушап. Это тушь, которую я покупаю каждый раз для себя. И каждый раз она уходит к кому-нибудь. Потому что говорят, у тебя случайно нет запасиков туши по акции? Да есть, конечно. Вот я всегда делаю запасы и всегда уходит. Это вот теперь у меня 2 туши опять в запасе. Но думаю, что опять кто-нибудь перехватит. Дальше. А! Полетела коробка. Заказала 2 универсальных средства. Тоже вот это средство самое-самое востребованное из уходовых средств для дома. Потому что оно супер универсальное. Еще раз повторю. Я это средство использую летом как летнюю жидкость для омывателя бачка в машине. То есть я не покупаю летнюю жидкость. Я беру обычную воду, канистру. Ну, допустим, из-под какой-то предыдущей омывайки. Набираю туда воду. Туда, как правило, 4-3 литра. Все по-разному. И наливаю. Вот честно, на глаз вот это средство наливаю. Просто вот сколько вылилось. Ну, это абсолютно небольшое количество. Я бы его сравнила, ну, допустим, от десертной до столовой ложки. Наверное, вот такое количество. Кто пользовался им для мытья полов, тот знает, что буквально пару капель ты капаешь в ведро, и пена густая образуется огромная. И моющие свойства у него уже работают. Даже при таком, ну, вроде бы небольшом разведении. Поэтому на обмывание стекол у нас город очень грязный. И иногда просто водой вообще ничего не смыть. Я добавляю буквально чуть-чуть. Никакой пены на стекле не образуется, но смывают очень хорошо. Могу вам рекомендовать. Кстати, кто не знал, этим же средством можно почистить ювелирные украшения, замочив на ночь в неразведенном средстве. А с утра просто промыть эти украшения под проточной водой. И вы увидите, как они засияют. Можно даже, раньше было с драгоценными камнями применять. Нужно сейчас почитать. По-моему, натуральные камни здесь тоже указаны, что можно. И с ними, поэтому, в общем, я уже очищала, когда оно было в зеленом цвете. Я эту процедуру проводила. Ну, и что я еще заказала, это масочки Beauty Lab. Вот эти маски, вот эту маску я точно показывала в Инстаграме. Это было в историях, поэтому уже, конечно, недоступно для просмотра. Но, возможно, я сделаю актуальное. Из тех историй про нанесение масок, как я пользуюсь, их можно будет посмотреть. Максимальное количество, которое... Все попадало. Максимальное количество, которое можно было взять этих масок, я взяла. Они были по 119 рублей. Это просто беспрецедентная цена. 149. У нас просто уже который каталог, я не знаю, подряд уже, который десяток каталогов, а не за 149. Тут, бац, 119. Конечно, я взяла. Вот эти маски очищающие. Я уже получила отзыв от девочки, которая впервые попробовала маску. Она сказала, черные точки ушли лучше, чем после посещения косметолога. Ну, у меня особо черных точек нет. Я свою кожу просто очищаю, очищаю, очищаю. И у меня, мне кажется, даже если они образовываются, то они тут же вычищаются все. Это я взяла и для себя, и для дочери. Ну, в основном для дочери. Ну, а лифтинг-маску, конечно же, я взяла для себя. У меня их упало сейчас там 4-7 штук у меня. Их, в общем, буду пользоваться. Так, заказ по шестому каталогу кончился. Теперь приступаем к заказу по седьмому каталогу. Заказала я у Чечи. Вот такие у нас новинка в каталоге номер 7. Артикул не помню, получила. И, не знаю, мне кажется, они просто огромные. Даже при моем широком лице они смотрятся огромными. Я думала, что они будут со светлыми бежевыми стеклами. Но они не светлые и бежевые. Сейчас вам подробнее все покажу. Давайте покажу, как они пришли. Ну, первое, что на них было, это пленка с артикулами. Кстати, вот здесь артикул написан. 78,505. Следующее, вы даже видите, на что я снимаю, да, в этом зеркале. Дальше они были вот в такой упаковке. То есть здесь прям полноценный хороший футляр. И мешочек, в котором лежали сами очки. Ну, и давайте посмотрим очки поближе. Я так покупала их дочери. У дочери более узкое лицо. И ей однозначно они были... Ну, она в них смотрелась, ну, прям как стрекоза. С такими вот огромными глазами. И она сказала, нет, и мне точно нет. Вот такие тоненькие душки у этих очков. Здесь душки. И вот здесь, обращаю ваше внимание, не пустота, это пластик в этом месте. Дальше. Сами стеклышки приклеены вот к этому светлому пластику. Ну, и изнутри они зеленые. Ну, как вот бывают, затемненные очки. Не серые, а именно какие-то зеленоватые. И всю улицу ты видишь в зеленоватом цвете. Здесь душки, они регулируются. Не душки, я уж честно не знаю, как они называются. В общем, переносицу можно будет отрегулировать. Это хорошо, потому что не все очки хорошо садятся на переносицу. Где-то они завышают, где-то они наоборот съезжают. Этот момент регулируемый, и это большой плюс этим очкам. Ну, а насчет того, оставлять мне их или нет. И я, конечно, подумаю. Я хочу в них посмотреть на солнце. Еще я не экспериментировала с этим. Но вот просто в такую погоду, например, как сейчас, солнца здесь нет. В них немножко темновато видно. И мне это не нравится. Ну, и я никак не вижу себя толком. Из-за того, что стекла очень темные, я себя не очень хорошо вижу. И не понимаю, мне подходят они или не подходят. Конечно, если вы что-нибудь напишите по этому поводу, я буду вам благодарна. Допустим, скажете, идет, не идет. Кстати, видите, да, я сделала челку в этот раз, стриглась и уже наслушалась. Больше так не делай. Или наоборот, делай так всегда. В ней разделились, девочки. Я пока вообще довольна. Я вдруг пришла к парикмахерску и сказала, хочу челку. Я не знаю, сколько лет я уже без челки. И захотела, сделала и осталась довольна. Поэтому посмотрим, что будет через пару-тройку месяцев, когда мне нужно будет заново идти красить корни. Мне мой сын сказал, когда узнал, что я записалась в парикмахерскому, мне сказал, мама, что ты будешь делать? Я говорю, вот, буду корни красить. Он говорит, такие вот полосочки белые с желтыми делать? Я говорю, да. Он говорит, нет, не делай, тебе вот с такими корнями хорошо. И когда я вчера пришла, он сказал, мама, зачем ты так сделала? Тебя попросил корни оставить, как бы коричневые. Еще у него был вариант выкрасить корни в светлые, а здесь в темные. В общем, сын у меня, как всегда, занимается моим имиджем. То красная помада, то теперь эксперименты с волосами. Ну, в общем, я не знаю, вам нравится, не нравится. Мне нравится. Вот так будем говорить. Следующее, что каталог обязательно сниму для вас, гид по каталогу. Посмотрим в ближайшие дни. Следующее, ну, заказала упаковочку салфеток от пятен. Это всегда нужно. Сейчас, летом тоже все время ходим. Я вот очень люблю белый цвет. Все, для меня настала пора белой одежды, наконец-то. Я ее безумно люблю и ходила бы вообще все время только в белом. Конечно, какие-то пятнышки. У меня теперь всегда в сумочке эти салфетки лежат и буду ими пользоваться. Наконец-то мне достался алоэ, концентрат напитка алоэ баланс. Хотела попробовать и буду теперь пробовать. Он тоже по акции каталога, по-моему, 359 или 349 рублей. Буду пробовать. Еще не открывала, видите, я только распаковываю коробку. Вот, дальше два крема для ног. Мои любимые, самые любимые серии про ноги. Уже не раз говорила, еще раз повторю. Всю серию воспринимала просто как один и тот же крем в разной упаковке. А вот этот выделила. Очень мягкие ноги даже с утра и в течение дня. В общем, вот этот крем я выделяю среди остальных. Дальше купила активный спрей. Очень долго не знала, зачем он. Потом, когда распробовала, поняла. Все, я теперь его и под крем, и под сыворотки, и вместо сыворотки наношу. И просто иногда с утра вместо тоника, в общем, я полюбила и заказала еще. Дальше салфетки для обуви влажные. Вот такие взяла. Удобно тоже и в сумочке. И сейчас в машине удобно возить, когда салфетки уже не замерзают в бардачке. И обязательно положу одну упаковку в машину, потому что все, кто водит машину, наверняка знают вот эту проблему, когда выходишь из машины и на обуви пыльная пятка из-за того, что коврик пыльный. Ну, у кого-то в городах бывает и не пыльно. Я тут в Казани-то под дождь мы попали на машине, и машина была чистая в дождь. Мы там гоняли по району два часа, ездили по разным, все смотрели и в магазины заезжали. Везде, в общем, два часа катания под ливнем, машина чистая, белые машины чистые. Кому-то везет. А у нас в Челябинске обувь приходится протирать уже через 50 метров после того, как ты вышел из дома. Дальше взяла маску новую из линейки Beauty Lab, фольгированная. И уже прочитала в группе ВКонтакте, посвященной Фаберлик, что неправильно указан способ применения этой маски. Видимо, тут снимать ничего не нужно, никакой верхний слой. Просто наложить и полежать, видимо, этот фольгированный слой. Я еще не вникала, но попробую вам скопировать информацию, под видео оставлю. Следующее. Заказала себе флюид для лица. Таким уже пользовалась, осталась очень довольна. Купила дочери. Дочь зиму все пропользовалась, но остатки не допользовала. И сейчас пользуюсь им я. Обожаю просто этот флюид. Он действительно очень нежный, быстро впитывается. SPF 10 здесь содержит. И, кстати, здесь SPF содержится не тот, который стандартный, такой с ароматом прям SPF, который ничем не спутаешь. Здесь написано, что это натуральные компоненты, снижающие действие UV лучей. То есть не будет никакого тяжелого эффекта, как от обычного SPF. Мы знаем, чем выше SPF, тем жирнее крем. Здесь SPF 10, но это натуральные компоненты. Я, честно говоря, не знаю, работает этот SPF или нет, но я все равно наношу SPF 30 сейчас на щеки, потому что все уже более яркими стали мои пятна. И это буквально, знаете, я пару-тройку дней без SPF и походила, и сразу пятна проявились. Вот. Так что, что из этого работает, я не знаю. Дальше. Заказала еще одну пудру. У меня уже, получается, две в запасе. Изготовлена 21 апреля 2017 года эта пудра. А срок годности у нее 29 месяцев с датой изготовления, указанной на упаковке. Сейчас прошло, получается, на момент получения этой пудры. Сегодня у нас май, 8 мая. И дата изготовления 21 апреля, будем считать, что ровно 12 месяцев этой пудры, то есть еще 17 месяцев, у нее срок годности не истечет. Дальше. Заказала шелковистые гольфы. Я тут думала, что у нас гольфы дорогие. Мне всегда казалось, что есть и подешевле. За две пары 129 рублей они в каталоге. Но сейчас уже скидка 20% действует и они выходят дешевле на 20%. Получается, что где-то цена, давайте, 130 и 130, это по 10%, 226 рублей. Это получается 100 рублей, там 110 плюс доставка, там, да, 110 рублей за две пары, 55 рублей пара. Это обычная стандартная цена за качественные гольфы, которые не стыдно носить, когда они видны вот на этом месте. Они не собираются, они не выглядят дешево, они не рыхлые. То есть это очень качественные гольфы и я просто уже устала искать качественные гольфы где-то на стороне. Все, что я находила, стоило около 100 рублей за одну пару, 90, 100, 110 за одну пару хорошего качества. Ну и, конечно, заказала наши, потому что все у нас закончится. Черные есть, но они почему-то, мы перестали носить черные носки и черные гольфы. Светлые пошли в ход у нас дочери, прям очень хорошо. Ну и последнее, что я вам покажу, заказала средство для мытья посуды с новым ароматом. Это аромат грейпфрута красного. И что хочу сказать по аромату. Вот аромат грейпфрута у Фаберлик не удается. Это приятный какой-то фруктовый аромат, но чтобы он пах грейпфрутом, я ничего не нахожу. Ни красного, ни желтого, не знаю. Так же, как гель для душа лак-крем, который с грейпфрутом, он тоже вообще никакого отношения к грейпфруту не имеет. Ну, это на мое обоняние. Это просто аромат, не знаю, не знаю чего, приятный. И в качестве средства для мытья посуды очень даже подойдет, потому что он не резкий. Он не бьет в нос. Нежный, приятный. Ну, я бы это грейпфрутом не назвала. Не знаю, возможно, у меня какое-то не то восприятие, но вот так вот. И что еще с этим можно сказать? Также здесь есть 0+, то есть можно мыть и посуду новорожденных детей. В общем, собственно, вот и все. Так, ну что, жду от вас, во-первых, отзыв на очки. Как я в них вообще смотрюсь. И что еще хотела вас спросить? Я не помню, что хотела еще спросить. В общем, ладно, на этом, девчонки, все. Большое спасибо за просмотр. Ждите мои следующие видео. Сегодня у меня съемочный день. Я наснимаю много, буду выкладывать постепенно. Следующий будет гид по каталогу. Обязательно сейчас подготовлю каталог и сниму следующее видео. Ну, а вам большое спасибо за просмотр. Кто хочет покупать продукцию Faberlic со скидкой и получить еще и бонус 1000 рублей на свой заказ, проходите по ссылке под этим видео. Я буду очень рада видеть вас в своей команде. Ну, теперь точно все. С вами была Марина Соловьева. До новых встреч. Всем пока.